Следующая тренировка должна быть не раньше черен... Следующая за... Ну что за хуйня? Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель! Сегодня хочу поделиться с вами, как интегрировать силовые тренировки, именно направленные на развитие силовых показателей, в тренировки на гипертрофию. Не забывайте, что как бы мы с вами не чувствовали мышцу под нагрузкой, с чем большим весом это происходит, тем больше будут наши мышцы. Поэтому, особенно если вы натурально тренирующийся спортсмен, человек, парень, девушка, неважно, ваша основная задача постоянно, не на каждой тренировке, конечно, и даже не через каждую тренировку, прогрессировать в силовых показателях. Но если вы тренируетесь, полгода у вас нет прироста в силе, то не ждите, друзья, и прироста в мышечной массе. Так что тренировки, направленные исключительно на развитие силовых качеств, нам с вами необходимы. Вот сегодня я вам покажу одну неделю, которая состоит всего из двух тренировок. И в каждой тренировке всего два упражнения. Естественно, мы не говорим с вами о разминке, заминке, о экстензиях спины, которые необходимо делать для того, чтобы обезопасить наш поясничный отдел до тренировки. И уж тем более мы не говорим о гиперэкстензиях, которые просто необходимо делать всем в конце каждой тренировки. Ну, а гимнастику мою, которая позволяет вернуться к жизни, которая позволяет даже начать приседать и делать становые тяги после серьезных проблем с поясничным отделом позвоночника, вы всегда можете найти у меня на канале и в моих статьях. Ну что, друзья, погнали работать на силу. Друзья, прекрасные новости. Вы уже знаете, что каждый месяц мы проводим конкурс на выявление лучшего комментария. Главный приз это вступление в мою закрытую группу. Экономите 250 баксов. Но сегодня это еще не все. Теперь каждый, кто будет выигрывать конкурс, будет получать еще супер бонусом 4 банки аминокислот Эргамин. Это больше 10 тысяч. Лучшие аминокислоты, которые вы только можете найти и себе позволить. Проверено на себе и отзывы тех, кто уже по моей рекомендации их пробовал. Не упустите свой шанс. Включайте мозги, пишите классные комментарии. Вступайте в мою закрытую группу и получайте Эргамин. В первый тренировочный день, друзья, мы, естественно, разминаемся и делаем специальную разминку. Что такое специальная разминка? А сегодня у нас первым упражнением идет король всех упражнений. Присед. Нужно делать таким образом, когда мы работаем на силу, а сегодня наша основная задача поработать на 3-5 повторений. Лучше на 5. Мы должны размяться таким образом, чтобы не утомить себя, но тем не менее подготовить опорно-двигательный аппарат, психику к тяжелой работе. А работа будет действительно тяжелая. И чем больше шагов вот этих будет у вас к тому, как вы подойдете к рабочему весу, тем, возможно, даже лучше. Потому что будут больше налаживаться связи нейромышечные. Вот эти связи мозг-мышца, она очень важна. Но в данном случае здесь, вы понимаете, упражнение комплексное, базовое, работает не только ноги, работает огромное количество наших с вами мышц. И не забывайте, что в первую очередь все равно все идет от головы, от мозга. Мы должны подходить настроенными по максимуму на то, чтобы по максимуму выложиться в рабочих подходах. Идеальная разминка следующая. Следующее. Когда вы планируете, к примеру, присесть на 200 килограмм на 5 повторений. Как должна выглядеть идеальная разминка? Идеальная разминка выглядит так. Вы вешаете сначала около 50 килограмм, приседаете где-то около 7 раз. Затем мы вешаем уже 50% от рабочего веса дня. Это, как несложно посчитать, 100 килограмм. И делаем 5 повторений. Затем идут веса уже 70-75% от 200 килограмм на 3 повторения. И затем 1-2 подходика нужно сделать с 85-95% от рабочего веса, но на одно повторение. Вот это идеальная разминка. Мы с вами хорошо подогнались к рабочему весу, по-другому не сказать. Потому что и психически, и физически плавно подошли, готовы. Выставляем наши 200 килограмм и делаем первый рабочий подход. 5 повторений. В идеале нужно стремиться к тому, чтобы сделать 5 рабочих подходов. Отдыхать между подходами нужно ровно столько, сколько, друзья, вам необходимо для того, чтобы восстановить дыхание. И психически вы были готовы к следующему подходу. У меня только к третьему рабочему подходу сегодня, в сегодняшний день, появилось вот это ощущение. Причем первый рабочий подход я сел на 5 раз, второй на 4, а третий я сел на 5, но уже чувствовал хороший прилив сил. И еще было как минимум 2-3 повторения в запасе. Самое главное, друзья, что вы должны понять, работая на силу, мы не должны работать в отказ. И даже до отказа. Нужно, чтобы всегда оставалось в запасе как минимум одно, а лучше 2 повторения. Таким образом, работая практически на пределе наших возможностей, мы можем работать с серьезными весами, не травмироваться и наращивать наши силовые показатели. С приседаниями, друзья, закончили. Даем себе отдых столько, сколько нужно. И следующее упражнение, заключительное, второе, это отжимания от брусьев. Да, друзья, вы знаете мою политику, и она строится не только на моих умозаключениях. Очень многие топовые атлеты, гимнасты показывают, что брусья это лучшее для развития грудных мышц. Да, и для всего верха. И сегодня мы будем работать на 5-6 повторений. Все то же самое. Сначала мы с вами разминаемся. Нужно поработать собственным весом. Если вы можете сделать там 20, 30, 40 раз, не важно сколько, то все равно в первом подходе вы должны сделать собственным весом не больше 10 раз. Затем, примерно то же самое, что мы делали с вами, когда делали специальную разминку для приседаний. Делаем такую пирамидку с подниманием веса и опусканием повторений. И должны с вами поработать тоже на 5 рабочих подходов. На 5-6 повторений. Затем, друзья, делаем заминку, делаем гимнастику для поясничного отдела позвоночника, гиперэкстензии и отдыхаем. В следующий раз мы с вами должны вернуться в тренажерный зал не раньше, чем через 3, а кому-то может даже и 4 дня. И тоже будет очень-очень тяжело. Что мы будем делать? Мы будем делать в этот день становые тяги и подтягивания с дополнительным весом. В становой тяге, друзья, все то же самое, что мы делали для приседаний. Может быть даже на 1-2 разминочно-подводящих подхода, это и есть специальная разминка в упражнении, больше, чем для приседа. Смотрите сами, как вам удобнее, как вам лучше и как лучше реагирует организм. То же самое, 3-5 повторений максимум в 5 рабочих подходах. Поначалу можно делать 3 рабочих подхода и с увеличением стажа добавлять по одному подходу. Экспериментальным путем вы найдете то, что лучше работает для вас. Не торопитесь, это не бодибилдинг и здесь нужно действительно дать себе хорошенько отдохнуть между подходами. Когда мы с вами, друзья, приступаем к подтягиваниям, то же самое необходимо сделать разминку, как мы делали в день, когда приседали для брусьев. И то же самое нужно повторить сегодня для подтягиваний. Затем делать 5 рабочих подходов на 6-7 раз. У меня сегодня вышло 6 рабочих подходов на 6 повторений. Еще важный момент. Когда мы делали становую тягу, вы заметите, восстановление идет гораздо дольше. И физически, и психологически, когда вы будете готовы подойти к рабочему весу. В подтягиваниях все гораздо проще. Я работаю с напарником и отдыхаю ровно столько, сколько нужно ему на то, чтобы одеть на себя пояс, сделать подход, снять пояс, помочь его одеть мне. И вот так, чередуя подходы один за одним, мы сделали подтягивания. Ушло на это времени меньше, больше, чем в 2 раза на становую тягу, если сравнивать. Друзья, делайте хотя бы раз в 6 недель такую тренировку, такую неделю. И это вам очень сильно поможет пробить ваши рабочие веса, пробить застой в росте мышечной массы. И вы почувствуете, что психологически вам хочется так работать. Но, что классно, когда вы будете возвращаться к гипертрофии, вы тоже будете чувствовать гораздо лучше себя. Когда вы освоите это все, можно и нужно делать чаще такие недели. А может быть делать целый цикл, как это, к примеру, советует Андрей Замятин, у него идут блоками. Цикл на силу, к примеру, 6 недель, потом 3 месяца работы на массу. Я же рекомендую делать неделю силы, неделю 2 гипертрофии, 1 неделя на окислительные мышечные волокна, затем опять неделя силовая. Либо делать 4-5 недель на силу, но тоже с периодизацией. Если вам интересно, как это делать, напишите в комментариях. Я сниму отдельное видео, как периодизировать тренировки именно внутри микроцикла, направленного на развитие силовых показателей. И, друзья, тренируйтесь. Тренируйтесь, но подходите ко всему с умом. Не старайтесь рвать то, что вы не можете. Запомните, работая на силу, мы даже близко не подходим к отказу, останавливаясь минимум за одно повторение. А лучше всего всегда держать два повторения в запасе. Увидимся уже очень скоро. Надеюсь, вам помогают мои ролики в вашем развитии. Жду от вас обратной связи. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы сможете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках, худи с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд.